Вот видите, вот это я вот и каждая не меньше 400-500 рублей. 400-500 рублей только за один препарат. А тут еще масло в огонь подлили счета за отопление. Галина Васильевна, да и другие жильцы дома готовы оплачивать их зимой в отопительный сезон, но никак не летом. У меня 2100 с лишним еще, с рублями. Мы, конечно, очень удивились, так как у нас на воду горячую, холодную, отопление, у нас установлены домовые счетчики. Мы поэтому спокойно платим всегда по счетчикам. А тут, значит, непонятно что. Ну, естественно, мы лично, я, заволновались, как это так, почему, что случилось. Пенсионеры обратились в управляющую компанию. Там пояснили, что на доме заменили счетчик. Новый не прошел проверку. Похожий ответ мы услышали от сотрудников обслуживающей организации в телефонном разговоре. Прибор учета не пришел проверку. Хотелось получить более развернутый ответ. Нас направили к энергетику. Телефон специалиста мы обрывали целую неделю, но так и не смогли дозвониться. А, соответственно, и получить ответ на вопрос, почему жители вынуждены оплачивать тепло, которое в аномальную жару, естественно, никто не поставляет. Мы не можем летом, когда 50 градусов на улице было в июне месяце, платить за отопление. Вот сейчас отопление, да, допустим, нам выкатили. На улице сегодня будет 35. Мы должны 2000 отдать за то, что мы якобы оплачиваем. То есть, как бы за воздух. Обидно, потому что, ну вот, раз у них это недоработки какие-то, ну поставили бы они себя на наше место. Как вот они бы, что бы они делали? Платили там или... А компенсировать не обещают там в будущем? Вот, они, если бы они пришли, допустим, или кому-то из нас информацию, сказали бы, не волнуйтесь, может быть, заплатите, мы вам зимой там все это компенсируем. Они не дают никакой информации нам. Да. Коммунальные эксперты отмечают, что счетчики как можно скорее необходимо оформить, узаконить. А что касается возможного перерасчета, то тут нужно все считать. Я думаю, здесь как бы можно найти точки, чтобы именно уже в отопительный сезон, условно, октября 2023 года, уже уйти на коммерческом учете через прибор учета. А вот по тому периоду, когда два-два с половиной месяца, там три, снабжалось в рамках норматива, я думаю, что здесь, в принципе, как бы можно расчетно найти вот какую-то такую точку, которую устроит и теплосбытовую организацию, и управляющую компанию, ну и потребители, потому что все-таки управляющая компания больше в их интересах работает. А между тем, жители дома на Димитрово для большей эффективности написали заявление в жилищную инфекцию края, планируют обращаться в прокуратуру. А пока идут разбирательства, пожилые люди отказываются оплачивать воздух. Мы за июнь, я не стала платить, не могу я платить ни за что, не могу. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком.